Всем привет и даже тем, кто мне дизлайки ставит, ну такая планита у людей, что поделаешь. Сегодня я вам хочу рассказать о магнитоле Sharp WQ-T234. Я вот честно скажу, номера этих твинов не запоминаю. У меня есть 281 твин, тот самый первый такой длинненький, я потом покажу его. Есть чевурашка такой здоровый, мощный, 737 или 738, я уже не помню. А вот между ними находилось порядка 15-20 модель самых разнообразных, которые отличались от вуфера Е, от вуфера нету, там еще какие-то прибабасы. Одна достойная в 4 серии, там у нее протяжка твиновская и обе деки реверсные. Вот это, конечно, я когда увидел его воочию, я видел саму протяжку, потому что аппарат уже не подлежал восстановлению, он был просто убит. Но я посмотрел, я сказал, да, вот это вот космические технологии, это где-то год, наверное, 86-87, я не знаю. А данный аппарат, он 87-го года. У меня есть временные рамки, в пределах которых я собираю аппарат, это 78-88 год. Ну, уже ближе к концу этого периода, к 87-го, 88-го, уже начали многие аппараты отдавать новодельщиной. Там надо не подряд брать, а конкретно по некоторым критериям смотреть, подходит, не подходит, в золотую, так сказать, эпоху он укладывается. Ну, такое прокрустого ложа. Этот аппарат не мой, я его, естественно, не купил, поскольку я такие вещи не покупаю, и мне только стало засыпаться такими клинами, их много привозят, их делали довольно много. Просто сегодня привезли, ну, мягко скажем, товар, там, с рынка в Польше, и в том числе был вот этот вот шарп, и мне продавец, он, у меня нормальные с ним отношения, он такой нежадный мужичок, и такой, ну, иногда мне добрые дела делают. Он говорит, он говорит, нить то ли слетела, то ли еще вернир не работает, и плюс, я говорю, FM не работает. Я говорю, ну, так, что там, нить я в таких аппаратах, ну, за 5-10 минут наматываю, то есть у меня уже примерная конструкция вернирного устройства знакома, то есть я знаю, как все это намотать. А FM, FM это очень частая болезнь у шарпов, связана с тем, что контур гетеродина, там очень тоненький слой овала при пайке, там была механизированная пайка, когда окунали в озерцо с оловом, и там очень-очень тоненький получался припой в том месте. Он просто лопается, и одна из ног контура, в смысле катушечки, она, оказывается, не подключена. Естественно, там пропаять паяльником ткнул, там канифулю намазал, и там паяльная паста, и никаких проблем. Ну, чего не помочь человеку? Ну, давай, я заберу его там, тебе сделаю. Ну, и заодно решил видео вам показать с разоблачением, то есть я покажу и внутри. Он грязноват, поэтому я даже не знаю, стоит ли его так близко показывать крупную. Ну, хорошо, покажу, если у меня будет, как говорится, время. Естественно, вернир я быстро намотал, там вообще, я не знаю, кто там полез, человек вообще не понимает принцип. То есть оно не могло там само по себе сорваться, там нитка соскочить. То есть нитка была натянута, ну, как-то так по уродскому вообще, по дебильному, как говорил нас один, политический деятель нашей области, по дебильному. А контур я пропаял, но после этого я понял, что частота, короче, не укладывается. То есть кто-то полез, еще и подкрутил. Наверное, хотели что-то сделать, там, видимо, у них там не прокручивалось шкив КПЕ, конденсатор переменной емкости. И они начали там подстраивать с помощью подстроечников, там, или, я не знаю, контура крутить. Короче, РН принимал от 88 до 104,5. Ну, пришлось наладить. Потом что-то мне пришлось в дейте делать, еще что-то такое, знаете, по мелочам. Там, 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 ну, я думаю, ну, ладно, вот что-то сказать. Ну, это я говорил о работах, давайте я, так сказать, издаля покажу, что тут есть. Вообще-то говоря, этот аппарат, вот, для невзыскательного слушателя, потребителя, я считаю, он имеет все. Вот, у него один минус. Он просто некрасивый, он страшно некрасивый. Я не знаю, что случилось с дизайнером фирмы Sharp в это время. Как можно было такое придумать, ребристая. Ну, я считаю, что этот аппарат, наверное, ну, для слепых делали. Он весь такой ребристый, чтобы вот сразу, как, знаете, азбука Брайля, чтобы чувствовать все эти впадины и ребрышки. Ну, в моем понимании, это ужас-ужас, понимаете. Все великолепно. Тюнер хватает без антенны. Практически в стерео хватает станции. То есть я плату держу, там ни кусочка антенны нет. Все станции идут, идут громко, замечательно. Мощность большая. Тут стоит 72-83 микросхема. Тошибовская на выходе она дает по 4,5-5 ватт. Динамики 5-ваттные. Громадный радиатор тут. Ну, про твиновскую протяжку я отдельно скажу. В моем понимании она такая, на тот момент была прогрессивная. Ну, вот этот стандарт не пошел. И плюс кассеты умерли. Уже в это время они начали умирать. Я еще раз говорю. Все, что касается нутра, замечательно. Функции. Громкость. Три полосы эквалайзера. По большому счету их больше-то и не надо. Сергию обычно все душат. Там птичка выстраивает. Так. Переключатель родов работ. Даппин. Нет. То есть даппин это перезапись с одной кассеты на другую. Потом первая дека, которая читающая, она не пишущая, она ближе сюда стоит. Вторая дека, пишущая, и у нее есть перемотки там все. То есть первая дека, она только плейстоп осуществляет. Там никаких других функций у нее нет. То есть выбрали место на второй деке, поставили, с того места раз, там синхронно начали писать. Ну и континьюс плей. То есть когда заканчивает первая дека, автостоп срабатывает и включается вторая дека. Ну здесь сразу скажу, автостопы почему-то не работают. Я попробовал, сразу мне не удалось понять, почему она. То есть рычаги нажимаются, а срабатывания не происходит. Соответственно и континьюс плей не будет. Так как аппарат не мой и такой задачи мне не ставили. И от того, что я сделаю, он дороже не будет. Ну я решил пока не разбираться с этим автостопом. Бог с ним. Так, ускоренная перезапись есть. То есть нормал спид и дабл спид, так, хай спид. Три положения переключателя рода работы. Это тейп, радио и седи. Седи, лайн ин. То есть вы можете подключить, тут тюльпанчики есть, по-моему с той стороны я покажу. А нет, они все сверху находятся. Тюльпанчики, вот они тюльпанчики. Вы можете плеер какой-то подключить дополнительно. Ну то есть, ну сейчас это замечательно. То есть вы можете кассеты не слушать. Радио у нас вообще там шароварщина одна идет. Честно скажу, что не буду, а то еще меня обвинят в чем-нибудь. И вы можете, так сказать, mp3 проигрывать и подключить. Пожалуйста, сюда вот и слушайте. Тюнер четырехволновый. Так как аппарат с Европы, тут есть длинные волны. Точно подстройки нет. Ну, я еще раз говорю, хватает замечательно. Принимает отлично. А справа, по-моему, там ничего вообще нет. Вот, все, что надо вам есть. Если вы глаза закроете и будете, так сказать, им пользоваться на ощупь. Замечательная аппарат. Ну, я не знаю, вот если бы захотели бы его как основной. Вот каждый раз вы будете смотреть на нее и вздрагивать. Вот помните, Фантоци, у него была жена Пина. Он просыпался, смотрел на нее и каждый раз, о господи. То есть, как бы, мне кажется, именно этот случай. То есть, если у вас там через черные очки, а еще лучше, знаете, закопченное стеклышко. Вот, когда на солнце смотрят, затмение. Вот вы берете через закопченное стеклышко. Раз, нажали, отвернулись. И дальше все замечательно. И стерео, и громко, и прекрасно играет. Ну, давайте я вам радио включу. Мощь дури столько много, что... Ё-моё. Так, радио. Я сейчас от нуля до громко. Это на четвертое. Это где-то 30% мощности. Самое интересное, что и низкий качает. Нормально, так я скажу. Про какую-то суку поет, не знаю. Ладно, поверьте мне, что тюнер работает замечательно. Короткие, средние, длинные включать не буду. Давайте я включу ленты. Он открывает. Видите, кассета-приемник сначала идет вперед, а потом падает вниз. Ну, потому что сразу две ленты надо нанизать на тон вал. Так, что тут у нас? Не знаю, сейчас посмотрим. Соответственно, берем, приподнимаем, а потом ее так, раз, ставим. Так, это, ну, начнем с первой ленты. Это которая только проигрывание и стоп. Переключаем на вторую. Подмоток нет, только перемотки. Спереди, как видите, ничего. Тут пьезодинамики. Ну, для дизайна, вот эти хромом отделали. То есть, кто-то, наверное, думал, что все-таки, а вдруг кто-то увидит. А так, собственно говоря, очень мрачные решетки. Надписи такие, с золотистой якобы краской. Не знаю, не знаю. Ну, давайте крупным планом покажу его. А потом открою его, переднюю панель, покажу внутренности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, вот такой аппарат. Про дизайн я уже говорил. Его не спасает, знаете, вот есть поговорка, красному и дурак рад. Но вот его не спасает даже красный цвет. Вообще, тлины в красном цвете, они не очень смотрятся. Вот, например, видите, какие-то они такие... Ну, не радостные, на мой взгляд. Ну, давайте я его сейчас открою, посмотрите. Здесь у меня силинки раскручены. Вот такие у него динамики. Довольно большие и мощные. 5 Ватт. Прекрасный динамик. 10 Ватт максимум. 12 сантиметров диаметром. Ну, я считаю, что они звучат очень хорошо. Выскочастотники, видите, пьезо. Ну, цыкает. Вот что у нас внутри. Довольно пустой аппарат. Протяжка у нас, видите, вот такая она. Автостопы такие рычажки стоят. Но, к сожалению, он не срабатывает. Мы переключаем. Вот разные, видите, функции. Вот, например, тейп 2. Вот сейчас нижний прижат, то есть дальний прижат ролик. Переключаем на тейп 1. Вот сейчас будет верхний прижат. Ну, во время даббин 2 работают. Вот, я нажимаю. 2. Видите? Трехполосный коллазер. Обратите внимание, какая громадная стоит пластина радиатора. Ну, я говорю, микросхема ТА-7283 мощная. Вот тюнер. Вот излополучный наш контур гетеродина. Катушечка, которая была плохо пропаяна. Ну, все остальное, видите, тут больше ничего нет. Двухскоростной движок. Большой трансформатор. Мощный. Я еще раз говорю. С технической точки зрения аппарат, ну, можно честно сказать, хороший. А вот с дизайном, конечно, подкачал скумбриевич наш. Не выдержал очной ставки. Ну, здесь не написано, что это Made in Japan. Вполне возможно, что это Индонезия, Малайзия или еще где-то. Ну, ребра и здесь, видите, какие. Ребра, ребра, здесь ребра. Ну, вот именно для того, чтобы тактильные чувства у вас не исчезли. Вот вы постоянно чувствовали что-то такое под своими руками. Большое спасибо за видео, которое вы посмотрели. Если, конечно, до конца дотерпели, мы и разговаривали. До свидания.